пошла запись боя джинчурик ебсг клан индонезия карта затерянная дорога мне нравится мне эта карта она заказываем вертекс первый вертекс заказали на трех минутах так это наверно там очень громко у вас все было извиняюсь извиняюсь если было громко она тут гарнитура рабочая наушники нет и когда как пойдет бывает громко бывает не громко и я тоже не понимаю так взлетаем летим двумя вертексами не знаю чем мы сюда летим а чем мы сюда летим а выбивать сэсочку это я знаю так снесли из залпа половину хп потом второй залп мы не сносим остальные половины уже ясно что boost работает добиваем добиваем и все я понял что нет смысла дальше вертексами играть много диких пв начинает строиться и мы решаем выйти как ну как мы я решаю но а вы смотрите и так сказать вы со мной решаете решаем выйти в тяжелую авиацию тора яга хамом играет мой соперник яга хамом диким в некоторых случаях мамонтом тоже играет ну короче многосторонние наземные войска у нее авиация еще ни разу против меня играл там сносим и летаем сносим вышку и возвращаемся так производим во вот тут мы под патрулем полетели и спалили его армию так выбиваем хам но без буста был бы с бустом уже побил но ладно подбили хам и улетаем отсюда так сказать в этом нет смысла слетает мой тор не знаю почему а да помню так тут три диких с этого фланга так решаем бомбануть эту часть ну этот участок но ничего такого не получается так все соперник нападает нападает соперник отводим назад зевсов а то они агрятся отводим назад все он тоже отходит назад парень под напрягом как и я решаем пробомбить заход сюда я думал что он мансанет в эту сторону и едет обратно сюда и как раз я его подловлю но оказалось он просто уехал так отходим отходим ничего интересного не видим так вертекса куда вы полетели глюпый глюпый вертекс вышку бомбить но это умно конечно попустых слил тут это разведал где мой соперник по факту так увидел что он отступает и решил ударить наперед идеальный расчет и цель убита все было предсказуемо он сюда поехал я решил туда ударить надо примерно рассчитывать скорость вылета под бустом и примерно там куда уже ваш соперник но это на вези куда соперник поедет это на везение но можно понять так тут циклон обнаруживает все это дело ракетка дает пинка и они текают пехи бегают пехи наверно с кустов которые так опять опять туман опять бомбим проезд парень решает дальше не ехать наверно яги стояли в тумане спереди я нормальным ляпнул там так тут дикий какой-то врывается непонятный мы его не трогаем дикий як он ворвался но мы их не трогаем потому что там нет смысла пусть езжает убивать бункер может еще зацепит аэродром но так сказать у меня все на другом аэродроме и можно можно так сказать продолжать так все начинает бить тут моих зевса уже мы начинаем стрелять по туману в ответ получается он туман отправил сам ну сам туман отправила ягами отдельно решил мансануть но под дикими но в итоге мы это все прочитали и просто сбили ему ягам он так он 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 очень часто короче это делал со мной когда играл а я уже это знаю получается тут туман катался тут яги у него выехали и я сюда бил торами так это что за текстура текстура поплыла смотрите видите это а че нормально да нормальная текстура в воздухе летает я не поверю что это куст какой-то багованная на каждом углу короче ёпта давай поворачься этот поворот еще вот и получается я ударил наперед потому что он любитель заезжать хамом кататься там одним диким или еще чем-то типа обманывать а сам ягами так сказать будет добивать ну так сказать просто чтоб тор и залп свой потеряли так разведаем видим уже что пошла фермочка пошли пвошечки но мы тоже времени зря не теряем страдаем этим же так тут дикобразы а тут армию кстати мы еще обнаруживаем выбиваем хомилион и все и детектим торами все это дело вроде как да все за детектили торами пошли пошли мои хорошие убивать убивать джинчурика индонезийского все идет размен и благополучно попадаем в цель остается два полудохлых ягуара которых мы тоже добьем вертекс все выбиваем это все дело прилетаем на базу дальше застраиваем так тут мы просто решили ударить если бы он напал и мы спалили у него тут ребятки летает тут два хама уже проехали ну короче я просто хотел ударить сюда мало ли он проезжал бы а тут он получается уже по двумя хамами так должен эту девсов еще свести вниз потому что он возможно поедет так ну тут уже целая куча пво пинка мне дает вот вот все пех палит это все дело торами бомбим рановато рановато я ударил думал что он будет под голдой залетать но под этим под разведка ягами ну зевсов подводим зевсы тут все дело дело и так циклон нам палит все это канитель чтоб я видел ставим бункер очки детектим хамелеон наносим половину урона уже хаму все все ракетка вбивает хам первый бомбим торами прям по своим зданиям знаю что соперник будет заезжать сюда в итоге там один хам остался и поздно торами ударил только бункер свой потерял зря так вижу тут ягуаров одиночных решая их просто подобивать уже все так тут уже начинается пвошечки застраиваться уже пвошек сколько штук десять так тут ягуаров я выбиваю разведывательные ягуары он знает что я разведываю вертексами все это дело так решая застраиваться дальше уже так а почему под синим а просто залетают это я решил продать ягуар ой вертекс исполить что у нее по базе вообще типа что он тут производит хотя бы так капаем 2 авиазаводик уже сносим тут бункер ставим электростанцию цс q так сказать продолжаем застраиваться ставим аэродромчик еще надо больше бомберов кстати штабами четвертого уровня уже а я летал кстати да вот это что если у вертекс это летал разведывать какой не штаб я опнул уже до четвертого уровня штаб вижу что он уже решает тут ферму устроить подстраивается ко мне но я такой думает они мужик дела не будет так там там вертексы летают как обычно и торами я полетел вроде по его армии да вот тут я спалил армию и лечу торами просто бить так сказать четыре тора даже если я и потеряю их то то ничего страшного он не поедет в атаку и теряю я получается трех из четырех и вот это очень ну прям там целая куча кого было батарея садится но не думаешь что она сядет была целая куча повой я понимаю и цепо полю циклона подвел отсюда сюда к холму и вижу что он увидел что тора всех моих выбил и решил напасть на меня решил парень напасть на меня прям очень сильно с какого фланга еще не с какого но он не решающе не решился парень напасть вот я вижу это все дело и торами прям попадаю ему в сердце в хам и добиваю все это дело но как добиваю он отходит а просто очень много урона нанеси выбил хам у меня тут нет вертекса и один вертекс есть ну и четыре ой шесть тора получается ну и одним вертексом этим я лечу тут так сказать по побить все эти вещи бываем пеха это немного по ягам пострелял мамонт да 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 мамонт забыл так то разведу вертексами особого в этом бою не решил не играть ну как они очень важную роль отыграли в этом бою так сказать хамы им контрятся очень хорошо и они как разведка прям самый лучший разведчик наверно ну кроме пехов которые в кустах сидят так вот здесь я циклоном летаю каждый кусик проверяю чтобы не спалили мой путь там где зевсы зевсы передвигаются но тут то я увидел дикого и увидел пеха который по кустам шастает и думаю ладно спалю я уже своих зевсов так тут дикий дикий пехоту убиваю и тут обнаружив в каждом кустик улетаю вот так тут у него пехи стояли просто забайтил парня чтобы он начал там застраиваться мяч зевсов там мало залетающая разведка четвертый штаб нет третий штаб еще у него на 24 минуте ну а армию я ему убиваю и вижу что он занервничал начал тут уже настраивать пушки ну понял что типа с этого фланга но я просто зевсами решил по карте покататься мало ли проскочил бы так уже тут нормальное количество тора у меня сводим зевса в одну кучку так тут мы обнаруживаем броненосец который закладывает мины решаем мины по выбивать подетектить их циклон для разведочки обязательно беру всегда с собой циклончиков он не всегда под ситуации так тут у меня уже фул кого готова готова бомбить бомбить в ожидании так тут пушка начинает мне короче навешивать хорошо я решил отступить в этот момент так как не нарываться даже если там бусты были так тут 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 лица летаем разведываем все это дело обнаруживаем целую кучу мамонтов ягуаров и там хаму тут два хама типа надо аж бить а куда бить я не понимаю не вижу точнее там вроде есть и часть армии а если что-то под хамом решили залетать но там ничего не получается и все пошел я в атаку так сказать сносим яга и вышку ну стационарную пушку и отступаем зевсами байтим чтобы они на месте стояли его армия и бомбим просто туда вижу что на месте стоит его армия бомблю 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 выбиваем его бахама и сношу большую часть ягуаров там и диких и все и отходим отходим и отступаем тут нет смысла мне сражаться немного так сказать поджучили подбили включаем восстановление голдовая потому что надо очень быстро восстановить мои торы и дальше так сказать произвести бомбардировочку я быстро вышел четвертый штаб долго времени не тянул в начале боя построил большую инфраструктуру в плане цс и сейчас получается у меня ресов достаточно чтобы производить мою армию так заезжаем мы тут дальше вижу пушку обнаруживаем пехоту и пушку ой пушку вышку так убиваем яга ой яга что я этой сопрой гиббраза вот и тут был чтобы было большое скопление войск очень большое все вылетает тора не знает свое дело идем прям по мамонтам самое сердце все убиваем у всех мамонтов все без исключения всех еще и тут хама ему убиваем так тут и отвожу зевсу 30 минута боя что у меня на базе происходит до заказ зевсу и дальше застраиваем так тут производится атака а вышка ему буду убивать или что они по вот целый кучу пво увидел и не смог удержаться и снес ему 4 или 5 пво но по ресурсам размены я потерял двух двух на четыре но один а по ресурсам даже в плюс вышел там по по 200 сколько во 240 по 220 плюс вышел по ресурсам но не столь важно и продолжаю бомбить так sd и этот и вышку на это я так уже летаю а бы поп а бы полетать то есть без какого-либо тактического смысла идет до заказ полный опять взлетаем летим опять бить ему пвошки вроде нет нет электростанции буду бить так подлагала потому что заряда мало то очень часто такое происходит а если воткнуть зарядку то вообще у меня телефон взорвется так так тут торами да я бью бью там парами еще его ударил но вернулись два торами базе включаем голд восстановление и правда хотя можно слово голд не говорить тут и так понятно что весь бой будет голд договор на этом аккаунте только с гакиллой на синие бусты и остальные по желанию я не всегда голду играя в 19 ранге вообще без бустов играю так сказать на релаксе не на если там мало времени остается к примеру к этому туру там два на два тогда конечно быстренько бустами задавлю и все и пойду дальше тур так вот тут кстати в момент мы сейчас можем в реплее все это увидеть в момент боя я короче получается начал зевсами бить и что-то смотрел в эту сторону ну так просто тут и начал зевсами и тут сейчас заедут у нас яги яга хам и короче это была фатальная моя ошибка вот я поехал снес с дешку вроде в этом моменте или не в этом давай там же так это чё у нас это закон а вот вот циклоном я короче летаю тут и не вижу эту ну не обращаю внимание на радар так сказать а зря на карту точнее ну это можно и радаром назвать так долетаем осматриваем базу соперника видим целый кусок его четвертый штаб уже и вот он ягахам вот этого я не видел там под разведкой он походу залетает и тут я занервничал но короче это моя была ошибка считайте тут почти исход боя решен но он не решен потому что меня есть торы маст торы вообще прям прям выбиваем уже пол армии так тут он проезжает дальше сносит не мои оборонительное сооружение бункера и прочее так ждем до заправки торов и производим бомбардировку кардинальную бум все минус хаун бум добиваем все остальное что можем все остается в него два яга из фулл кого четвертого штаба не ну хотя там на базе были мамонты и прочее так сказать исход боя был решен но не решен если б не не умение и мастерство ладно польщай себя просто повезло по факту что он поехал наглую заглупил чуток затупил и я его накрыл красиво так что у нас тут дальше куда мы полетели на полетели уже добивать ему базу походу да да в этот момент он сдался ребят то есть тут уже можно даже ничего не комментировать но как бы я не понял что он сдался ну как ну как тут армия я думаю но сейчас бомбану еще в этот участок где армия вот здесь если она туда не убежит значит точно сдался уже так синяя атака уже я понимаю да уже армия состоит он уже не играет производим бомбардировку его базы вот такой вот получился у нас неплохой бой как раз бывает как раз был контракт на получается нас на штаба торами и благополучно и его в этой пвп в битве выполнил вот моя база это особо не ферма так сказать две оружки три бункера то есть такое по полу не до ферма на 40 минут я больше играю в атакующий чем в оборонительно то есть я так сказать но и он атаку короче мы играли в полу атаку в итоге там у нас даже почти одинаковая была этот так сказать активность в бою то есть мы один друг на друга нападали в итоге красивый бой все сносим все это дело думал что не хватит ему на штаб а в итоге на четвертый штаб хоть схватила два залета втором вторый фуловый 22 ранг полностью все имба имбущая все ребята такой получился бой всем спасибо за просмотр ставим лайкосики за победу для мотивации для новых видосиков всем удачи всем пока удачи всем пока в